всем привет меня зовут любого вы на моем канале о вязании сегодня мы вяжем вот такую пушистую молодежную шапочку из пухонорки вот такая она пушистая нежная получилось в моем случае это демисезонная шапка либо на теплую зиму вязала на обхват головы 53 сантиметров расчета я там как вязала фотографии как выглядит эта шапка на голове тоже где-нибудь по ходу видео я вставлю шапочка отличная стирается в теплой воде я стирала вручную вы полоскала тоже вручную отжала в махровом полотенце и сушила в теплом помещении так высота шапки где-то 20 с половиной сантиметров 21 где-то так смотря как немножко ее потянешь когда укладываешь на стол и ширина ширина тоже примерно где-то 18 19 сантиметров вязать будем из пухонорки и по расчетам немножко раппорт узора 4 петли так как мы вяжем резинкой 2 на 2 на обхват головы 53 сантиметра я высчитала что на моей характеристики мне нужно 19 петель 10 сантиметров я не высчитываю количество петель в одном сантиметре никогда потому что погрешность лично у меня при расчетах бывает очень сильно либо в меньшую либо в большую сторону поэтому самый лучший вариант для меня я высчитываю количество петель именно в 10 сантиметров никакие процентные вычеты я не делала то есть вот растянула как мне бы хотелось чтобы шапка сидела на голове и вот по такому образцу то есть я связал образец минимум шириной 15 сантиметров не меньше и высотой можно не допринять примерно сантиметров 7 связать и вот так мы высчитываем необходимое количество петель на конкретно вашу плотность и у меня получилось еще раз повторюсь 19 петель и высчитываем на 53 сантиметра мне нужно набрать 100 петель то есть 19 петель мы умножаем на 5,3 так как у меня хват головы высчитан именно в десятках получилось 100,7 и я округлила до 100 петель чтобы эта цифра делилась на 4 набираем петли таким способ первую петлю набираем как крючком от указателя пальцем не отходит хвостик как к большому пальцу идет нить от клубка перу набираю петли на 2 спицы 2 75 спицы и как крючком набираю первую петлю то сделал обмот нити и как крючком набрали крючком конечно удобнее можете взять крючок все и затянули первую петлю далее набираем петли по таким необычным узелковым способом набирается он очень просто либо вы можете набрать петли своим обычным привычным способом как нравится итак первую петлю мы набрали сейчас мы перехватываем большой палец вот таким образом захватываем с внутренней стороны нить нить от большого пальца и скидываем то есть нас получилась как обхватывающая петля далее набираем как при обычном способе петлю 3 перехватываем большим пальцем нить и захватываем спицами внутреннюю нить скинули вот у нас получается как бы вот такая обхватывающая петля при наборе снова как при обычном наборе и смотрение стороны ладони набираем так необходимое количество петель и встречаемся итак мы набрали необходимое количество петель моем случае было набрано 100 петель здесь для образца я набрала немного то есть вы набираете то свое количество которое вам необходимо я вижу всегда спицами круговыми с длинной леска мне так удобнее если удобно вязать спицами 40 сантиметров вяжите ими и так одну спицу мы достаем распределяем примерно центр петель можете распределить по рапорта чтобы петли заканчивались в одной половинке изнаночными так распределяем петли таким образом что мы вот этот узелковый край у нас находился с лицевой стороны дополнительную соединительную петлю я не вижу вообще не люблю ее вязать для меня это неудобно все вытягиваю правую спицу и начинаем сразу же с первой петли вязать наш раппорт 2 лицевые петли то есть вяжем шапку резинкой 2 на 2 2 изнаночные петли 1 2 3 лицевые петли 1 2 то есть вот у нас так располагаются петли набраны первую изнаночная вот так следующий раппорт 2 лицевые как раз 2 петли вот в этом замочке 1 2 2 изнаночная и так вяжем до конца нашего ряда и 5 вы изнаночная парами и 5 итак первый ряд провязан сейчас мы сделаем завершение этого ряда пер вернее наборного края при наборе петель у нас первая петля была вот такая узелковая то есть когда мы делали первую петлю как крючком и у нас остался в конце наборного ряда хвостик берем тоненький крючок то есть какой тонкий у вас есть максимально тонкий возьмите вставляем крючок вот в этот узелок все захватываем хвостик от наборного края от наборного ряда и протягиваем через этот узелок протянули сейчас нам нужно вернуть крючок вместо откуда у нас выходит хвостик ставили и захватываем этот хвостик и уводим его как бы обратно откуда он вышел все вытягиваем все и таким образом мы с вами сделали незаметное соединение петель чтобы не делать дополнительную петлю если вы привыкли провязывать при наборном крае дополнительную петлю делать это все как обычно то можете сделать все и продолжаем вязать шапку на необходимую вам высоту резинкой 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные на необходимую высоту шапки я связала свою шапку на необходимую высоту и сейчас мы будем уже формировать скоро макушку вязали мы всю шапку резинкой 2 на 2 сейчас нам нужно убрать одну четвертую часть петель это делается таким образом вяжем 2 лицевые как обычно а из 2 изнаночных вывязываем 1 изнаночную за правой стенки вот так и так делаем по всей окружности шапки 2 лицевые из 2 изнаночных вяжем одно убавляем из четырех петель в рапорте оставляем 3 2 лицевые изнаночные из 2 1 изнаночная сделаем убавление я провязала этот ряд то есть из 4 петель в рапорте у нас осталось 3 сейчас мы выворачиваем шапку на изнаночную сторону располагаем спицы таким образом чтобы оба кончика у нас были на одной стороне где отходит рабочая нить берем крючок вот первую петлю откуда у нас отходит рабочая нить мы ее сейчас снимем и рабочую нить направим между спицами так как бы между спицы на будет между работой возвращаем петлю обратно а нить у нас остается между спицами и так захватываем первые две петли одна петля с одной спицы другая петля с другой спицы и обе провязываем рабочей нитью снова захватываем петлю с одной спицы петля с другой спицы провязываем через 3 петли и так продолжаем наше вязание для с одной спицы петля с другой спицы провязываем через 3 петли до конца наших петель можно эти спицы петли снимать как удобно можно не снимать с рабочих спиц как хотите сильно только тоже вязать не нужно стягивать такой средненький вариант натяжение нити выберите для себя и так мы до конца ряда закрываем петли такой шок получается все я нашла до конца свой шов так он выглядит наружная часть я специально не делала соединение петель так чтобы у меня например лицевая совпадала с лицевой изнаночной с изнаночной я считаю что это не принципиально если хотите то можете петли подогнать так чтобы лицевая к лицевой изнаночная к знаешь ну вот как то так я не стала этого делать поэтому как хотите можете сделать и так боковой нить от наборного ряда у меня выходит сбоку то есть вот она ушка вот и показываю поближе как выглядит у нас вот это вот место практически совершенно незаметно и так идет основной наборный край то есть это перемычка как бы две петли охватывает все вот это кончик мы отрезаем до необходимой длины и прячем в косичке с изнаночной стороны если вы вывязываете отворот для шапки вот примеру так то вот этот хвостик вы ввязываете вы прячете вот с этой стороны чтобы его было не видно петли все ровно и ровно и вот и шапка не села ни в высоту не в ширину стирала жидким детским мылом вручную выполоскала в нескольких водах высушила на полотенце шапку я выжимала после стирки я ее свернула вот таким образом как бы валиком как это получилось у меня в мокром виде завернула в отдельное махровое полотенце и хорошо вот таким скручивающими движениями я выжила шапку с ней ничего не сделалось и на другой сухой полотенце его просто положила шапку и она высохла шапка весит 40 граммов если это видео вам понравилось обязательно поставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео пока